Экина, это вы куда собрались вдвоем в такую удачливую погоду? Спрашивают мне отличники, потому что отличники знают, что в прошлом влоге мы вышли на послерождественский шаппинг, который был, наверное, самым, не знаю, так себе. Ну, магазины пустоватые, такие товары, если бы даже они были там, так по себе, хотя успели, что-нибудь захватили, взяли, поехали домой, оставили вещи. Почему поехали домой на самом деле? Что-то от камеры забыл взять, лишний диск забыл взять и что-то еще. Anyway, это отвезли домой и решили продвинуться дальше, продолжить наше шествие по после рождественским магазинам. То, что и делаем, но он захотел, кажется, немножко подкрепиться. Кофе возьмет и продвинемся. Дождик идет, льет. Впервые радуюсь за дождь, потому что что-то в воздухе уже такое мрачноватое было. У нас лето было. Вчера три дня подряд в коротких рукавах сидели кофе пили. Очень такая теплая, совершенно летняя, весенняя погода была. А ведь праздники и должно быть как немножко по-зимнему, по-уютнему. И сегодня я так, муж говорит, только сказала, сама наговорила. Ну, я рада впервые в других местах, ну, в горных местах сейчас снег идет непрерывно. В горные места тоже в этом году поедем, но еще не решили куда. Еще не можем, но причина, не можем найти нормальный дом, который принимает собак. То есть не все дома здесь позволяют с животными. Так что нормальный дом, если кто-то знает, в Мамот Лейкс или Тахо, дайте знать, мы поедем. Это так, пока ищем, хотя даже не спешим. Разные планы, у детей что-то запланировано. Ну, да, к снегу тоже хотим. Вряд ли вас только заговорю, чтобы он с кофе вернулся. Так что дам отдохнуть, потом встретимся. И да, спать хочется. Ну, ты пожаловал-ка нам совсем промокший. Но счастливый оператор. Кофе взял себе. Как будто в длинную дорогу собираемся. Хотя не очень близкую. Особенно в такую погоду едем с Тимивали. В тот же, где уже с вами побывали. Хомгудс. Да еще планируют. Говорим хомгудс, подразумеваем суши. А у меня наоборот. Говорим хомгудс, подразумеваем ужасные суши уже. Но посмотрим, если он очень уж будет себя слишком хорошо вести. Может быть, и суши поведу. Новогодний подарок я ему сделаю. Хочешь новогодний подарок суши? А? Лучше. Очень-очень. Все знали этот ответ. Хочешь новогодний подарок. Друзья, товарищи, совершенно неправильно и случайно вошел в другую плазу, где магазин Долларовое Дерево Долларов. Там такое большое дерево, на котором растут доллары. Как вообще мнение, что в Америке доллары на деревьях растут. Это, наверное, из этого магазина вышло название. Это не другая плаза. Это не другая плаза. Это же самая плаза. Ха, да. Он не перепутал, вы так не подумайте. Он никогда не путает плазу. Но вместо того, чтобы перед Хомгудзом остановиться, пошел в этот, где Доллар. Ты говоришь, я сто лет в этом магазине не была. В этот магазин вместе с вами когда-то побывали. Не помню. Говорю, остановись, выйду немножко, покручусь. Может быть, что-то гениальное найду. Мало ли. Доллар. Там еще увидела 50%. 50% 50 копеек. Ведь это так хорошо, Арам. Прекрасно в наши дни за 50 копеек что-то купить. И если это что-то еще, что-то. Такого не бывает. Но мы выйдем, проверим. Он не согласен, но я согласна. Вы-то согласны. О, их тележки не такие, как у нас, а наши со столбой, чтобы не украли. Располагаемся. Кофе, чай, джин, тоник. Идем шапиться на все катушки. Очень люблю этот магазин. Тратишь, тратишь. Ничего не тратишь. Почему я в этот магазин давно не ходила? Очень даже... Что за кощунство? Не понимаю, когда. Кресты висят везде. На всем. На тортах, на выпечках делают крест. Потом режут и кушают. О, друзья. Помните, там 10 долларов стоили. Это тюль, как будто тесьма, тесьма, тюль, тесьма. Десят копеек. А нам еще одну тележку надо принести. Шучу. Но этими очень красиво цветы завязывать, скажем, не обязательно, чтобы был Новый год, чтобы белой тесьмой, скажем, белой тюльпаной завязать и кому-то в гости повезти. Это тоже красивая тесьма. Красивая тесьма, серебрянистая. Дайте наслаждаться. Что еще? О, голубой тоже неплохой. Это я просто думаю, чтобы цветы завязать, букеты. Находка. Эти тоненькие не хочу. Две за доллар. Две пачки. Это тоже неплохой. Этот серебристый, какой красивый. Количество маленькое, скажем, два-три букета. Два-три букета завяжу. Я почему-то думаю про букеты. Сейчас пришла после рождественских шаппик. Покупают ленты для цветов. Смотрите, какой хорошенький. Это его палка. Нет, это его. Окей, совсем неплохо. Видите, в том магазине тоже были эти. Кажется, очень большая мода. А на эти прозрачные что-то. Это баночка. О, можно туда что-то посыпать. И закрыть. И повесить. Не знаю. Эти можно, наверное, туда сыпать. Для чего это? Для вазы. В вазу кладут и что-то декорируют. Написано для вазы. Это искусственный снег, если хотите. Смотри, какие красивые. Ну, это для чего? Для чего хотите? Все можно туда положить. Игрушки новогодние или что-то. Хочешь, два куплю? Один, два. Очень хочешь? Один куплю. Зачем нам это? Зачем нам это? Только один куплю. Девочки, этот муж уже бунтует. Говорит, может, продвинемся? Говорит, подовси. Низкие полки. Смотрите, очень хорошая ленточка. Красивая. Наверное, один подарок завяжет. Один подарок тоже подарок. Видите, какие-то слишком сияющие. Но возьму на всякий случай. Пусть будет. 50 копеек. Это вам не шутки в наши дни. Тоже красивая честь? Лучше. А, вот это твое дело соглашаться, если еще в мыслях суши. Желаете продвинемся в другое, говорит, место. Скоро продвинемся. Муж говорит, еще одно ведро бери, чтобы эти дизорты в квартиру туда положить. Он меня хорошо знает, кажется, девочки, после 26 лет. В этом году нам исполняется, нашей связи. 26 лет. И уже начинает меня хорошо узнавать. Дети так любят эту... Вот такой мячик был, потеряли. Может, купим подарок на Новый год? Бросай. Кто-то бросает, кто-то ловит. С соседскими парнями играли, помнишь? Бросали. Ну, очень легкая, легкий. Но это не тот, что. У них такой тяжеленький был. Нашли. Ну, здесь Валентин Малентин. Не люблю я этот праздник почему-то. Никак не свяжутся. Сладкая вата была в эфире. Что еще интересного? Здесь ничего интересного нету. О, вы смотрите, какие миленькие. Сердечки ковничные, резиновые. Не беру. Я сильная. Сильная, но не такая сильная. Вата. Друг человека. И не начинайте. Пусть будет сладкая вата. О, я люблю этот магазин. Вспомнила. Музыки нету. Людей мало. Товары недорогие. Люблю. Каждый раз, когда что-то сажаю или что-то в этом роде, мама потом на следующий день звонит, говорит, так и не увидела тебя, чтобы ты использовала эту штуку для коленей. Говорю, а я не помню, куда положили. Дети, наверное, взяли. Если захочу, поищу и найду. О, знаете, здесь все есть для нас, девочки, для садоводов, огородщиков. Но все ужасного качества. Ну, зачем ужасного? Я здесь покупала и лопатки покупала хорошие. И сейчас же куплю этот. У меня такого не было. О, доллар 25. Взять или не взять. Это мне очень нужно. Это хвойное дерево. Помните, кустики посадила. Там красивое, декоративное, около печки, близко. Все хвойное, что-то падает на эти кустики. Точно такой маленький что-то. Мне нужно, чтобы эту хвойную что-то убрать. Может, три взять. Перчатки тоже хорошие иногда бывают. За доллар очень даже неплохо. Очень durable. Хорошо держатся долго. Но перчатки у меня есть. Целый комплект купила. Еще есть. Взять или не взять, девочки. Разные семена разных типов. Мэри Голд. У меня у самих, ну... Ах, не знаю слова. Семена у моих бархатцев. Если захочу, соберу. Айти не хочу. Самодорфа Миксд Колорс. Давайте я это возьму, посадим. О, это разные, наверное. Дикие цветы. Полевые. Сразу перевела. Дикие. А это для детей хорошо, чтобы сидели, нарисовали, перекрасили, прокрасили. Муж смотрит на магазин, говорит, кажется, мы сегодня здесь задерживаемся надолго. Нитки. Доллар 25. Сколько метров? 50 грамм. Окей, это мне не нужно. Уже рассказывала, что могу, не хочу. Если захотите крест покрасить, можете в любой цвет. И повесить куда хотите. Все есть для всех. Там ничего интересного. Свечи, свечи, свечи. Уже накупила я свеч. В этот раз держусь. О, про это говорила в прошлом магазине. 5 долларов за столько. Так, один возьму все-таки. Пусть будет. Не беру, не беру. Один возьму. Так, пройдем, Арам. Может, тебе что-нибудь захочется. О, знаешь, тонкие свечи хочу. Это что? Винюх, Роман. О, как Винюх, Роман, Чеш, Велпаторина, Инкопцинова. Обой. 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 Блестки-млестки есть разные. Но это нам не интересно. Двигаемся. Как будто для дентиста. Стоматологический инструмент. О, мне резин нужный для волос. Вспомнила, мне что-то нужно из этого магазина. Миниатюрный бильярд. Возьму. Почему бы и нет? О, о, о. Может, это для элит купить? Она очень любит на гитаре играть. Да можно, наверное, в шутку купить? Ну, такой пластиковый уже разваливается. Нет, не хотите. Она играет. У нее, по-моему, три гитары в данный момент. Она сама научилась играть. Взяли учителя, потом ей не понравилось что-то. И перевзяли. Говорит, я одна спокойно занимаюсь. Очень много видео есть. Туториалов, как научиться. И учатся. Интересно, да? Раньше, пока ребенка не отвезешь к учительнице музыкой, ничего не научатся. Сейчас включают компьютер и учатся играть на что-то. Почему я постоянно иду к этим мячикам? Окей, окей. Йога, пока вы ждете. Пока кого-то ждете, можете заниматься йогой. Книга стоит всего лишь доллар. Скажем, пришли к шлангбауму. Ждете, пока откроется, чтобы поезд прошел. Можете зашлангбаумить. Все есть. Для людей, которые чем-то хотят заниматься. Когда ждут. Пока ждете, можете и вино выпить. Это тоже своего рода успокоительное, приятное занятие, как йога. Полезное. Это она очень важную точку сейчас нажимает. Третий глаз называется. Окей, Гене, вы здесь не за этим. А нам это нужно взять. Такие несколько. И, скажем, огородить животных. Научить, что раньше той, дальше той линии нельзя сходить. Времена меняются. Все меняется с временами. И иногда странности происходят. Ребенок должен родиться. Собирают целый народ. Знакомых, незнакомых. И какие-то шарики хлопают. Или, не знаю, дым из вертолета, самолета выпускают. Всему миру объявляют. У нас будет мальчик или девочка. И сами очень так внезапно радуются. Зачем? Ну, серьезно. Какая разница? Какого пола? Это ведь нехорошо. О, мальчик, как хорошо. О, девочка. Или, кроме родителей, кому еще интересно, какого пола ваш ребенок. Глупостей. Извиняюсь, конечно. Но не думаю, что это нужно. Эти все не... Все. Тарусики, моросики. Не знаю, как это называется. Это ведь просто трата времени. Сказала, успокоилась. Ничего интересного нет. Я никак не успокоюсь. Как будто все делается за просмотры и лайки. Все это делается. Сколько людей посмотрела, сколько людей лайки поставила. Или что-то в этом роде. Все шоу, очень много шоу, очень много ненужного. Сейчас я удивлюсь, если какая-то, скажем, девушка, женщина беременная, целый фотосеанс разных платьев, живот держит и с этой стороны, с той стороны. Зачем? Ну, это делается постоянно. Может быть, я не права, но есть вещи, особенно беременность. Это не то, что ты постоянно хочешь выставлять на публику. Сейчас все на публику. Наша жизнь на публику. Но это наша работа. Мы зарабатываем и тому подобное. Действительно, вам только нужны в этой жизни кошки. Только кошки вам и нужны. А в нашем долларовом магазине такого нету. Очень много всего. Очень хороший магазин для Артсенкрафтс, для того, чтобы, скажем, позаняться. В общем, хороший магазин. В Симевале находится. Если кто-то спрашивает. Арам, пройдемся, так, один осом куплю. Пусть будет. Хотя дома уже есть. Рассказывала про этот детерджент. И, как оказалось, он так хорошо работает. Потому что это концентрировано. Нужно замешивать с водой. А я ведь не замешиваю. Думаю, никто не замешивает. Вот про это рассказывала. Помните, говорила о замшевые туфли, сапожки. И даже стекло хорошо прочищает люстры, скажем. Разные хозяйственные нужности, которые поиспользуете несколько дней и удалите. Но зато поиспользуете. Очень даже хорошие бывают такие. Из доллара магазина. Ну, откуда купили? Из Коско? Что-то где-то уже покупали. А то бы купила еще несколько. По конфетам не хочу брать здесь. Но если очень хочешь, хочешь. О, вспомнила мне такие малюсенькие. Но это слишком маленькие. Искала, чтобы детям... Хотя уже не ищу ягоды... Ланч послать с детьми. В общем, нашла другие пластиковые что-то и закрыла целлофаном и дала в руки для ланча. Ну, мы здесь хорошо пошопили с конфетами. Интересно, какие это? Натуральные фрисдрайв манго. Наверное, один грамм там. Хочешь манго? Или струбери-банана хочешь? У нас такого нету. Ну, не видела в нашем долларовом магазине. И совсем без джема. Без сахара. Давайте один возьмем. Попробуем. А ты помнишь? Мягкие, минтовые конфеты. Не берем. Уску-ску-ску. Купили целый гардероб этих конфет. Помнишь? Куда положили? Я конфеты покупаю, но спрятываю. Спрятываю. Прячу. Чтобы дети не находили. Потом сама тоже не нахожу. Но конфеты есть у нас. А то бы купила. Ох. Это для кошек. Ну, я слышала, что с этими... А у них стресс начинается с этими замгулаками. Ох, все разноцветные есть. Нужно, может быть, и ошейники, но не такие. Это что, Офы? Это для блох. Для кошек. Очень хороший магазин. Как будто Коско-далларового магазина. Серьезно. И большой, и разнообразие есть. Это для собак. Бургер. Очень вкусный, наверное. Видите, там 5 с чем-то долларов было. Хочешь, куплю один. Пусть будет, раз уже доехали сюда. Мошенники есть. Харнес. Смотри. Совсем неплохие. Для что? Все в этом... О, нет. О, Сопсейвер. Это не для собак. Просто сюда попал. Чтобы мыло мало употреблять. Что это? Ой, Сарнаран. Холодильник. Я совсем забыла, что долларовый магазин превратили в доллар 25-ый магазин. Вспомнила. Потому что везде цены подняли. Наверное, эти магазины подумали, А чем мы хуже других? Мы тоже поднимем и подняли. Пусть будет, сказали они. Ничего интересного пока. Буду молчать. О, я любила такие соки. Манго. Это не натуральный, из концентрата. Но до чего же вкусный. Особенно, когда холодный. Столько нового, что не замечала, не видела. Мы соду не покупаем. То есть, такие напитки. О, кстати, эти напитки очень хорошо чистят трубы. Как водопроводчики, что чинят эти трубы. Даже унитаз. Некоторые люди в унитаз, по-моему, кладут. Большое количество ждут. Потом что-то в этом роде хорошо очищают. Представляете, что делает в желудке этот напиток. Очищает. Так интересно смотреть. Давно не видел. Новости тоже есть. В мире сладкого и тому подобного. Плохого. Некоторые люди это дома держат. Кто заходит к ним домой, дают в руки, чтобы одели в ноги. Думаю, это некрасиво. Пришел человек к тебе, гости. Чуть ли не туфли нужно снимать. А, ну какие эти самые красивые. Некоторые из вас смотрели. К нам в гости пришли из Голос Америки. Что-то заснять. Готву снимали из армянской кухни. Вошли. И туфли начали снимать. А со мной еще женщина, интервью, которая ведет, ведущая, скажем. И ведущая снимает свои каблуки. А я на каблуках дома, естественно, что-то снимаем особенно, естественно. Говорю, говорю, туфли снимать. Говорю, нет, нет. Как не снимать? Все-таки, в общем-то, говорю, а как вы представляете? Сейчас вы стоите, бобик. А я на каблуках, бобик. Ну, босиком у меня дома. Я на каблуках, вы босиком. Это даже уже некрасиво смотрится. Оденьте туфли, а потом почисть еще дом. Мне не трудно. Это целый... По-моему, я понимаю. Очень много пишут, почему дома в этих туфлях, то, что во дворе. Но при случае гостей, это просто, думаю, некрасиво требовать, чтобы туфли сняли. Оделись красиво, скажем, нарядно и босиком. Это ведь некрасиво, нехорошо. И делайте так. Муж говорит, вот для этого и существуют такие целлофанные туфли. Представляете, красивые надели свои босоножечки или не знаю что. И вам дают эти голубые ужасные штуки. Наденьте на босоножки. Муж говорит, это маски для ног. Это перчатки, маски для рук. Здесь ничего интересного. О, еда есть всякая. Скажем, не успели. О, 4 доллара, 5 доллара. Хотела сказать, не успели ужин. Приготовьте. Приготовить, приходите, возьмите. Фрайс 4 доллара. Очень неплохо, 5 долларов. Чикен, куриное что-то. 5-4. Достаточное количество. Пожалуйста, выключите, мы тут работаем. И можете за 9 долларов динер приготовить. И разнообразие есть. Фрикадельки разные, разные. В общем, котлеты, маклеты и все есть. 4-5 доллара. Если все это собрать за 20 долларов, очень неплохой ужин можно приготовить. На 4. На 4. На 4 человека. Ага. Там салфетки видео. Иногда салфетки бывают неплохие. Супчики. Не успели суп приготовить. Успеете воду разогреть или скипятить, залить. Иногда вы рекламируете плохую еду. Может быть и так. Но не рекламирую. Делюсь, что можно купить в американских долларовых 25-центовых магазинах. Все можно купить. В общем, голодным не останешься. То, что можно сказать 99% правды, что в этой стране голодных на самом деле, если захотят поработать, то есть не поленятся, голодными не останутся. Поленишься, голодным останешься. Так, у них большое разнообразие всего. О, баночки давай посмотрим. Баночки-бутылочки. О, смотрите, какие маленькие. Можно, знаете, для чего? Несколько, скажем, купить. И как вазочку для полевых цветов. Естественно, это снимается. И вот несколько таких цветов. Красивые ведь. И не нужно очень много тратить. Получается и даже эти очень хорошие. И сайз хороший. Совсем неплохой. Я бы подумала, это хотя бы 2-3 доллара. О, это я и ты. Этот нос упал, это я. Он действительно упал. Подождите. Починим себе нос. Но это нужно приклеить. В общем, я не виновата, и он сам пришел. Вот с таким носом вам лучше, Экина. Очень люблю свой нос. Совсем на вид неплохие ножи для стейка. С деревянными этими. Два ножа, доллар с чем-то. Это хорошо, неплохо. И видно, что будет резать первые несколько раз. Так, недооцениваем. Скажем, о, доллары в магазин. Кто вообще туда ходит или тому подобное. Есть. В Америке еще есть такое явление, что вроде вы из этого магазина не шапитесь. Здесь из доллара у вас машина какого-то марки или что-то. А вы из такого магазина как неприлично. Но есть товары, которые давным-давно купили из 99 копеек. Магазин тоже был из этого магазина. До сих пор это держится. И наоборот. Купили не из хорошего магазина, скажем, купили. А его уже нет. Разное бывает. Ну, естественно, здесь качество не сравнить, скажем. Ну, для чего-то, скажем, не только одноразового. Не хотите ему много потратить. В общем, очень хороший магазин. Очень советую. Прошлась. Это для волос. Нам это неинтересно. Хочу. Расческа. Это для Люсин покупаете? Так смешно. Помню, когда первый раз Люсин захотела сделать стрижку. Пошла себе в ванную комнату и так неровно подстригла. Один туда, другой сюда. Естественно, что делать на ночь глядя. Взяла я, вроде бы, чуть лучше неё, отравнила ребёнку волосы. И во время видео, естественно, ребёнка увидели зрители. Что же это было? Меня чуть... Не знаю, что только не писали в мой адрес. И грязью поливали, и картошками, и в общем. Очень... Никак не могла понять, какое ваше дело. Какая прическа у моего ребёнка. Вот у людей что за мышление? Какая вам разница, с какой прической ходит девочка? И девочка должна быть с длинными волосами. Это был самый важный и главный аргумент, что взяли с девочку, не знаю, что что. Тогда я поняла, что когда вы выходите очень хорошие зубочистки на публику и на люди, виртуально даже, это опасно для вашей жизни. Впервые я на себя очень сильно почувствовала не то, что негатив, а такое неприятное вмешательство чужих людей в мою жизнь. Как будто на армянском есть слово «нос суют». Не только нос, они головой вошли в мой дом, в моё личное пространство, хотя и виртуально. И так неприятно было. В общем. Кстати, если не надо недооценивать эти тесты беременности, они работают стопроцентно. Все четыре раза, Орнака не проверяла. Остальных детей из долга 99 копеек тест покупала. Издаком я тогда была, говорила, хочу, должна пойти тест купить, не знаю, из какого-то магазина. Говорю, ой, здорово, берегу. А что если неправильные будут? Я не знаю, откуда за 9-10 покупаю, чтобы точно было. Говорю, сколько денег бросаете, куда не надо бросать. Они очень хорошо работают. Доверьтесь этим тестам. Иногда очень хорошие бывают. Знаете, что пилка. Пусть будет. Но иногда очень плохие бывают. В основном. Несмотря какой браш. Очень любила этими брашами. И скраб делает. Но поскольку не могу потрогать, не возьму. Очень хорошо скраб делает. Хорошо очищает лицо. О, у меня коллеги постоянно собирались этих бедудей. Покупала, не пользовалась. Дети что-то делали из этих бедудей. Помню. Как вижу, не хочу покупать. Если не хотела, для вас. Пусть будет. О, невидимки тоже есть. Чёрное хочу. Искала как раз. Это, наверное, на 5 или 6 лет. Мне хватит. Такое разнообразие. Так и не научилась их прикреплять. Целый стрессовый процесс. Два раза пробовала сама. И тяжесть как будто на глазах. И не смогла. Всё. Мы, кажется, закончили. Подождите. Моих любимых конфет не увидела. Эти тоже люблю. Жуютельные. Один такой обратно поставлю. Всё. 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 Увидели. Пришла за моими любимыми конфетами. Кислые, такие резиновые. Нашла другие любимые конфеты. Один возьму, вы правы. Как же трубные иногда. Дела жуютельные. Муж говорит, а мягкие не берёшь? Говори, нет, не хочу. Пожалуйста, не бери. Взял. Дошли. И это только один день. Так что всё нормально. Да. Мы обердем. Убираем. Дело. Обердем. Да. Говорите, жду пока солнце выйдет. Но с другой стороны дождик тоже хорошо. Очищаю туда-сюда. Говорю, да. Прощаем дождей. Какой воздух прекрасный сегодня, или мне кажется, или после магазинов, наверное, прекрасный. Араунд сделаем, маленький сладкий перекур, сделаем. Это ведра ко мне на колени. Ой, спасибочки, милый человек. Может, действительно, его на суше, девочки, после этого. Хотя мы не сюда собирались. Наверное, говорила, что едим вон-будс. Там прямо находится. Цветы красивые, наверное, будут. Или маме я пошлю. Всегда такие покупаю, не сажаю, потом маме посылаю. Она все сажает, у нее все растет. Давно так не шалила. Взяла себе конфеты. Захотите, не стесняйтесь, у нас конфеты есть для нас. Он это, по-моему, не ест. Ам, тебе ничего не купила. Ну, он на сладкое так не реагирует, если это в виде каких-то американских конфет. Ему в шоколад подавай. Хорошие тортики. Вкусные, разные, прекрасные печенюшки. Ах, такие что-то. Что это для него? Манго сушеный. Даже веса не имеет. А на камеру возьми, я буду кушать. И так начинается наша очень серьезная дегустация. Манго. Подождите, волосы приберу. Совершенно натуральные написаны. И самое главное, веганские. Манго. Я небольшая любительница таких фрейс-драйв. Как называется этот вид сушеного фрукта? На русском не знаю. Он такой хрустящий, воздушный получается. Сахар нету, но достаточно сладкий. Их если крышку открыто оставите, они такие мягкие становятся, такие неприятные. А так вкусные. Видите? Сколько штук? Макерку серых чертень войдет. Вот именно. Десять кусков что-то. Хочешь? Не знаю, что не хочет, поэтому не предлагаю. Из-за вежливости предложила. Нет, испугалась. Она так испугалась. Очень вкусно. Продавщик-то сказала, что эти очень вкусные. Говорю, я два взяла. Говорит, молодец. Но потом одну обратно положила. Говорит, тоже молодец. А, ты любишь это? Сладкую вату. Если вы не любите сладкую вату, вы не были ребенком. Мягкий, воздушный, белый, как снег. Это тебе, это себе. Ну, аппетит сохраняет для суши. Ох, какой клубничный. Вкус клубники чувствуешь? Не натуральный, но клубничный. Очень вкусно. Молодец. Хороший шаппинг сделали. Егина. Еще сладкое не купили. Вот этим. Опа, один съем. Мягкий карамель, который муж решил для меня сюрприз сделать и подарил. В магазине у меня он конфеты. Там сколько конфет из меня хочу сосчитать. 10 конфет. 10 конфет тоже конфеты. В наше время, согласитесь, не везде можно найти 10 конфет за доллар 25 копеек. Какой мягкий. Ну, хочу. Сделано из натурального масла и сливок. Мне нужно понять разницу. Мягкого и чу. И чу, это журительный. Сейчас смотрим. Мягкий, очень хороший. Журительный, очень журительный. Тоже хороший. Но крепче, чем мягкий. Хочешь карамель? Как хорошо. Это оставлю в машине. Дети однажды сядут. Они редко сядутся в эту машину. Старшие не водят эту машину. Потому что это большая парковаться. Очень трудно туда-сюда. Но если будут везти машину. Нечаянно откроют эту штуку. И увидят там мамины мягкие и журительные карамельки. Ирис. Ирис, чай. Это наш ирис. Помните? Ирис, когда старый. Был. Ну, уже подчерствующий. Целую часть вожду. Прожевывали, ждали, смягчали. Разогревали. Скоревали. Потом с трудностью и зуб отлипали. Какой хороший. Мы все не съем. Я не кашалот. Я знаю, что-то хорошее я купила. Один съем. Какой аромат люблю. По-моему, малиновый люблю. Это тоже сюда положу. Пусть удивляются. Малины съем. Там два. Ого. Видите, сто лет не покупала. Ведь, говорю, не верите. В одной пачке много ирисок. Ммм, какой жительный, мягкий. Свежий. А ведь, если подумать, в этом магазине должны быть не свежие, старые. Одно и то же продается в другом магазине. Не за доллар, скажем, или за доллар с чем-то. Здесь тоже доллар с чем-то уже. Такой хороший. Окей. Я закончила свою дегустацию. Прекрасных конфет из доллар 25-го магазина. Сейчас двигаемся в другой любимый магазин. Будет хорошо.